добрый день с вами империя пик через сегодня покажу вам как нарисовать башкирию акварелью а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами наметь вот эту линию берега на нас будет проходить снизу не очень широкая работаем карандашиком b теперь нам нужно наметить скалу по над берегом она будет такая высокая и занимать практически весь правый угол влево у нас пойдет лес там и без поделим тоже на несколько таких вот уровней добавляем объемы можно показать вот просто такой вот линии хаотичные примерно разделить эти кустики иметь и где-нибудь там располагаться так а лишнее убираем с помощью ластика снизу тоже показываем кустики деревья у нас на скалах тоже растут деревья и в данном случае тоже сделаем более интересный силуэт низ тоже вот тут скала будет немножко выступать вперед и будут в воде отражение это все что мы будем намечать карандашом берем кисточку среднего размера и водичкой проходимся по небу а пока вы это делаете вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать любимое дело своей профессией ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней заходите обучайтесь вместе с нами намечаем синим цветом ультрамарином сверху верхнюю часть неба затем в середине неба использую более голубые оттенки также можно примешать и оттенки фиолетового и наносим их такими легкими мазками оставляя там нетронутое пространство для облаков беленьких и в принципе сильном по небу не возюкаем этого всего будет вполне достаточно но сейчас будет красиво растекаться и по высыхание мы увидим результат переходим к воде воду уже пишем сухой техники используем тон более темный начинаем синего а ближе к скалам добавляем зелень это у нас будет отражение от леса а скалу мы пока не трогаем в отражении оставляем такой белый кусочек можно только его подрезать такими вот легкими мазками по краю показывая при этом гладь воды такую бликующую горизонтальными мазками промываем кисточку сейчас будем писать лес по левой стороне мы смешаем такой синий оттенок потому что на дальнем плане у нас больше холодка проявляется все даже добавляем травяную зеленую и немножечко так между собой тоже перемешиваем прямо на бумаге можно это сделать а на переднем плане мы возьмем зеленый чуть теплее конечно же тоже довольно темный тон получается этот же синий темный намешали можем его использовать и на воде как раз таки будет еще такая поддержка повтор цвета цветовой так будет гармонии побольше в работе берем теплый желтый цвет смешиваем стремяной зеленый немножко и добавляем на свет постепенно начинаем его распространять и на скалу оставляя там белые промежутки камни там будут и так далее намечаем теперь лесок и по правой стороне тоже на дальний план беру более холодные оттенки цвета и прописываю до самого верха получается у нас лесочек так растет прям сверху на скале и также кое-где и на уровнях скалы снизу тоже вот тут вот на выступах тоже деревья могут быть нижнюю часть беру по контрастнее потемнее тоже в холодных оттенках прям красочку поменьше развожу водой беру больше пигмента и заполняю оставшийся угол не разтираю не размазываю краску по бумаге а наношу пятнами также темная часть будет и снизу тут по левой стороне и отсюда же можно дать такое небольшое темное отражение тем временем смотрите как интересно подсохло небо некоторые цвета начинают съедать другие образовывать интересные такие узоры тоже смешаем фиолетовый цвет и оттенок охры и очень полупрозрачно добавляем на оставшиеся белые части скалы также можно использовать холодный синий цвет для теней живописи должна присутствовать тепла холодность поэтому я использую оттенки теплого и холодного цвета например зеленый и сейчас в скале для света беру а христи такие золотистые оттенки а в тенях добавляю фиолетовые и синие заполняем здесь стараемся не оставлять сильно белые пятна иначе они будут там с дальнего плана вырываться на нас но кое-где можно оставить беленькие пробельчики они будут служить такими акцентиками небольшими в акварели это особенно актуально добавляем дальше вниз отражение отражение в воде будет немного темнее даже знаете я бы сказала какой действует закон когда мы изображаем предметы в воде если предмет светлого тона то обычно в воде он отражается темнее если же наоборот тон темный то в воде он кажется светлее вот так вот мы по этому принципу и работаем так мы смешаем сейчас темный синий оттеночек и наносим его по над водой вот вместе где начинается лес очень густенько так насыщенно конечно же там у нас не будет краска такая густая как аж но при этом мы ее берем по плотнее оставляя полупрозрачный все равно добавляем тени в лес наверх старайтесь разделить массу деревьев на какие-то такие массы различного размера средние малые большие оставляя светлые кусочки обязательно я вот сейчас вписывала теплые оттеночки в серединку восвещенное место а темных можно добавить оттенка в тех местах где много света нету тени за счет этого там это будет плоско отражение в воде добавляем немножечко посветлее как я упоминала уже ранее чтобы вода получилась реалистичной там мы создаем такой эффект расплывания как раз таки за счет вот бликов и вот этих вот полосочек ряби добавляем тени в лес по левой стороне видите светлый кусочек разбивая на несколько деревьев и получается более объемное место затем я хочу добавить скалы проработать их то есть там у меня будет таких множество выступов где-то уходит в тень где-то в свет они в основном линии вертикальные или идущие по форме но не могут быть различными конечно же мы их наметили далее я воду затемняют в этой области чтобы показать отражение темного леса по левой стороне и аккуратненько таким более чистеньким синеньким цветом я наношу тут вот понад скалой вместе где у нас скалой и вода разделяются там будет потемнее как раз таки еще можно так вот в камни вписать этот оттенок показать и добавим сюда такие травяную зеленую тоже в отражениях как будто бы как раз таки лес который у нас на скале находится тоже туда попадает в отражение более контрастные тени сделаем по левой стороне скал подчеркнем их и уточним добавим таких вот рисунков тоже скальных полос проще говоря никакой где даже вот тут будут проявляться между деревьями смягчу тон вот этих темных участках и у такая башкирия акварель у нас с получилось прислайте ваши результаты для в инстаграм мы с удовольствием посмотрим опубликуем у нас страница ссылочку на инстаграм вы можете найти в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч